Привет всем ребятам! Однажды подписчик меня спросил, реально ли в Литве в неделю питаться на 10 евро. Тогда я не знал, что ему ответить, но потом эта мысль крутилась у меня постоянно в голове. И сейчас я подумал, что можно ответить на этот вопрос, особенно во времена карантина, когда все в неизвестности не знают, что будет дальше, питаются экономией, деньги, многие остались без работы. И мне кажется, этот вопрос актуален сегодня, поэтому я попытался на него ответить. Я взял 10 евро, пошел в магазин и купил продуктов на эту сумму. Я посчитал, что мне в неделю нужно будет питаться 14 раз. Ну, обычно 3 раза люди питаются, но в условиях карантина, когда все сидят там за компьютером, там лежат телевизор смотрят, калорий много не тратится, соответственно, у тебя энергия сохраняется. Хватает реально 2 раза только поесть. Вот какие продукты я купил. Я закупался в магазине Lidl. Сейчас вы увидите все суммы, которые тут есть. Я закупился на 10.59. 30 центов я отдал за мешки. Видно, что картошка вот по 28 центов, яйца 15 штук, евро 11, грибы там и ну и так далее. Так, я, конечно же, выбирал под себя те продукты, которые я сам ем. Я решил так, что на завтрак я буду есть гречку с молоком, поэтому я взял 8 пакетов. Конечно, в этом плане можно еще сэкономить. Взять обычную там пачку гречки 800 грамм, она будет стоить дешевле евро. Вот из этого пакета я больше евро отдал там. И, ну, зато это удобно варить. Как бы здесь на 8 раз, 8 порций. То есть, даже больше, чем нужно, если каждое утро есть вот так вот завтракать гречкой. Ну и молока тоже. Одного пакета молока хватает где-то на 4 порции. То есть, мне 2 пакета молока хватит вполне. Еще один пакет я взял, чтобы есть его с печеньем, может быть, по вечерам там или перекусывать просто этим делом, или утром, может быть. Также я взял масло к этому всему делу, потому что, ну, гречку, понятно, дело без масла, это очень невкусно есть. С печеньями тоже это не особо. Ну, масло, оно, как бы, здесь нужно. Также на масле я могу жарить лук с грибами и картошку. Поэтому масло, оно мне здесь пригодится, хотя оно очень дорого стоит. Оно стоит так же, как стоит 15 яиц в литре. 15 яиц мне тоже, я могу их жарить с гречкой. Тоже такой вариант присутствует на завтрак, да. Допустим, 2 яйца, пол пакета гречки вареной. Я потом, я варю гречку, потом ее жарю. Вот, также 2 яйца. Я могу яйца просто варить, могу жарить яйца с картошкой. Тоже на завтрак. Если я на вечер пожарю много картошки, я потом могу на утро еще туда вбить яйца, пожарить. И это тоже будет очень вкусно. Хлебушек здесь 12 где-то кусочков. Если эту горбушку порезать, еще это будет где-то 14. То есть, по 2 кусочка мне на день это вполне достаточно. То есть, на ужин 1 кусок можно есть с картошкой, жареной с грибами, с луком. Или на утро, там, с жареными яйцами, с гречкой. Или просто с маслом, там тоже его делать, этот хлеб. Вот. Тут я немного шиканул. Я взял 2 пачки сметаны, потому что я люблю сметану с картошкой. Я не могу есть картошку, жареную с грибами, без сметаны. Поэтому я взял 2 пачки сметаны. Можно было сэкономить взять одну. Но можно сметану, кстати, дешевле брать. Там не 18-ти процентную, а 12-ти. Она еще дешевле стоит. Можно взять одну пачку, там, 30-ти процентной, допустим, сметаны. Ну, как бы, для меня оптимально 18-ти процентов. Не из-за того, что там экономим. Просто мне кажется, что эта сметана, она лучше, чем 30-ти процентная. Потому что 30-ти процентная, она просто комом везде встает. Там на картошку кладешь, она, ну, просто комом лежит. 18-ти процентная, она по консистенции для меня самая лучшая. И в суп, и в картошку, и вообще везде. Я взял 3 пачки грибов, потому что, во-первых, ну, не было грибов, на самом деле, на развес. Это тоже можно было в этом моменте сэкономить. Взять больше грибов за ту же сумму. Потому что здесь они уже фасованные на развес по 250 грамм. Я брал это всё дело под себя. Я это люблю. И картошку люблю. Я обожаю просто на ужин с грибами жареную. И с луком, и с яйцами на завтрак. Гречку я просто обожаю. Для меня это вообще продукт офигенский. Хоть сейчас все покупают гречку, потому что она долго хранится. Но я её просто люблю и всегда любил. Особенно, когда ты сидишь, монтируешь видео, весь день тебе некогда там готовить, что-то придумывать. Берёшь гречку, варишь 15 минут, заливаешь молоком, быстро ешь за 2 минуты, всё готово. Это вкусно, полезно, просто и, оказывается, ещё дёшево. Так что я гречку просто обожаю. И всем тоже рекомендую её есть. Ну, вместо гречки можно, конечно же, взять и спагетти, можно же взять и рис, пачку. Но, опять же, спагетти я не могу есть без сыра. А сыр сейчас дорого. Стоит там 3 евро, будет стоить кусочек, и мне его вряд ли хватит на неделю. Сами спагетти дешёвые. Там 30 центов, ну и 40 центов вам хватит на 3 раза где-то поесть спагетти. Конечно, их можно жарить с яйцами, но тоже такие варианты. Как бы, ну, я от гречки не устаю. Я могу и есть, как бы, хоть каждый день, поэтому я решил не менять. Вот, минус моего рациона. Здесь нету фруктов, овощей. Можно было бы, там, сэкономить, опять же, на сметане, ещё там, на гречке дешёвые, вместо пакета молока. Там взять какой-нибудь, там, не знаю, огурец. Тоже это без проблем. Ну, я пытался в 10 евро, как бы, тут уже уложиться. Вот так вот у меня получилось. Но, опять же, как бы, тут 10 евро, это такая цена. Можно и на 15 питаться в неделю, но прибавить сюда ещё на 5 евро всяких овощей, там, бананов, фруктов, ещё чего-нибудь. Вообще будет просто шикарно. Вот. И мой вывод в том, что, да, на 10 евро питаться вполне можно. Можно, причём, вкусно питаться. Особенно в условиях карантина, когда энергии много не тратится. Ты просто, там, сидишь дома, читаешь книги, там, смотришь телевизор. Просто на кухню ходишь, чтобы покушать, поддерживать свои жизненные функции организма. Вот и всё. Пишите, пожалуйста, в комментариях, сколько вы денег тратите на продукты в своей стране. На что уходит большая часть бюджета в продуктах. Может быть, это какие-то фрукты, как раз-таки овощи или это сладости. И остальные советы, как ещё можно разнообразить свой рацион, вложившись 10 евро. Конечно же, так питаться не рекомендуется. Но во времена войны, кризиса, вот такой вот стол, мне кажется, иметь не откажется никто. Ну, тут всё очень вкусно. Такий даже деревенский набор, я бы сказал. Но он реально конкретно вкусный. Сейчас буду готовить на ужин картошечку. Вам желаю приятного аппетита. Жду ваших комментариев. На этом всё. Всем всего хорошего. Не болейте. Пока. Готовлю свой ужин. Жарю сейчас грибы с картошкой. Вот эта вот сковородка, ну, она большая довольно-таки. Здесь где-то, наверное, даже на три порции мне хватит. Или на две прям очень сильно наестся, или на три нормальных. Вот это вот всё вышло мне евро 13. Я посчитал с картошкой, грибы, масло, на котором я жарил. Клеп, с которым я буду есть. Ну, ещё можно сюда прибавить сметану. Пол пачки на три порции. Возможно, так. Это ещё 20 центов. Ну, даже если 30, даже если пол пачки, это 30 центов. Получается евро 43. Стоит вот всё вот это поесть вместе со сметаной. Мне кажется, это очень даже неплохо, недорого и офигенно вкусно.